Добрый день, господа студенты! Мы продолжаем с вами изучать теорию расчет лопаточных машин и мы продолжаем с вами изучать рабочий процесс осевых многоступенчатых компрессоров. На сегодняшней лекции мы с вами поговорим о том, откуда берется неравномерность на входе в компрессор и каким образом эта неравномерность влияет на рабочий процесс в первую очередь первых ступеней многоступенчатых компрессоров. Как вам известно, на входе в компрессор ставится входное устройство или другими словами воздухозаборник. Основная задача, которую выполняет воздухозаборник, это повышение давления предварительно на входе в компрессор от сжатия набегающего потока и формирование равномерного поля параметров на входе в компрессор. Однако достаточно часто возникает такая ситуация, что компрессор, что воздухозаборник не справляется со своей функцией и на вход в компрессор приходит неравномерный поток. Откуда берется эта неравномерность? Причин у нее на самом деле много. Первое заключается в том, что атмосфера сама по себе неоднородна и имеют место локальные неравномерности внутри атмосферы, например, при полете в облаках. Второй момент. Неравномерность может быть спровоцирована элементами конструкции самолета. То есть, например, самолет летит с сильным боковым ветром или летит со скольжением с сильной боковой составляющей скорости. В этом случае на элементах конструкции самолета могут происходить отрывы и отрывная зона, которая характеризуется большой неравномерностью, приходит на вход в двигатель. Ну и третий фактор. Это, собственно говоря, конструкция самого входного устройства. То есть, входные устройства могут иметь достаточно сложную форму. В частности, на рисунке слева в углу приведено входное устройство турбовентового двигателя Rolls-Royce Tane. Видно, что у этого входного устройства, во-первых, внутри стоят стойки, во-вторых, достаточно сложная S-образная форма канала. И стоит ожидать, что на входе в компрессор, особенно на периферии, поток будет обладать достаточно большой неравномерностью. Это первый момент. Второй момент. На нижнем рисунке приведена компоновка двигателя. Это двигатель F-199 самолета F-22 Raptor. Это достаточно типовая компоновка входного устройства и выходного устройства для современных боевых двигателей разных стран. Ну, в данном случае это американский двигатель. Вы видите, что входное устройство имеет сложную S-образную форму. И, естественно, в месте перегиба стоит ожидать большой вероятности появления отрыва, который потом придет на вход в компрессор. Конечно, у вас может родиться вопрос, а зачем делать такую сложную S-образную форму входного устройства. Но это на самом деле сейчас распространено в двигателях боевой авиации. Делается с двумя причинами. Первая причина – это снижение шума двигателя. То есть такая форма входного устройства препятствует излучению шума вперед через входное устройство. И второй момент. В большей степени это относится к соплу. Такая форма выходных устройств, да и входных, снижает инфракрасное излучение от горячих элементов конструкции двигателя для снижения инфракрасной заметности самолета. Все перечисленные факторы приводят к тому, что поток на входе в компрессор может быть неравномерен. Причем различают два вида неравномерности. Окружную неравномерность, когда параметры неравномерны в тангенциальном направлении по окружности. И различают неравномерность радиальную, когда параметры более-менее равномерны в окружном направлении, но тем не менее они меняются вдоль радиуса. Иногда радиальная неравномерность формируется вполне себе сознательно, например, при формировании поля температуры на входе в турбин. Более опасной считается окружная неравномерность. То есть считается, что она в большей степени оказывает негативное влияние на рабочий процесс компрессора. Это было установлено экспериментальным путем и основное объяснение заключается в том, что радиальная неравномерность меняет характер течения в соседних каналах и нарушает взаимодействие потоков в соседних межлопаточных каналах. На данном слайде в качестве иллюстрации приводятся результаты численного моделирования неравномерного потока на входе в вентилятор турбореактивного двухконтурного двигателя гражданской авиации. То есть в данном расчете моделировалось типовое испытание двигателя с неравномерностью на входе, неравномерность в испытании моделируется специальными сетками. То есть в данном случае вы видите центральное тело двигателя. Вот здесь находятся лопатки вентилятора. Спереди к двигателю стыкуется входной патрубок и вот здесь находится имитатор неравномерности, который имел место на стенде. Вы видите, что за имитатором неравномерности формируется отрывная зона, которая проникает достаточно далеко относительно места установки интерцептора. То есть вы видите, что длина проникновения струи составляет несколько диаметров двигателя. Причем, если вот этот рисунок представляет собой меридиональное сечение вертикальной плоскости, проходящей через двигатель, то нижний рисунок это сечение плоскостью перпендикулярной первой плоскостью, проходящей через центр двигателя. Я обращаю ваше внимание, что неравномерность, которая провоцируется вот этим самым интерцептором, она оказывает влияние не только на область вблизи интерцептора, но она искажает поток на глубину больше, чем половина двигателя. То есть и на верхнем, и на нижнем рисунке видны искажения полей скорости. Ну и на последнем рисунке видно, что характер течения в нежелопаточных каналах, вентилятор он разный. То есть где-то уровень скоростей достаточно низкий, где-то появляются локальные зоны со сверхзвуковым течением и со скачками уплотнения. Кое-где характер течения нечто среднее между вот этими и вот этими. То есть в конечном итоге окружная неравномерность приводит к тому, что течение в каналах одного вращающегося рабочего колеса получается разным и нарушается взаимодействие между потоками в соседних каналах. Одним из проявлений влияния неравномерности потока на входе в компрессор на его рабочий процесс является такое явление, которое называется вращающийся срыв. Давайте рассмотрим механизм его возникновения и развития. Итак, предположим, у нас имеется первая ступень осевого компрессора, который работает на расчетном режиме, при этом угол бета-1 потока, натекающего на лопатке, примерно соответствует лопаточному углу. Пусть под действием некоторых внешних факторов угол натекания на одну или на группу соседних лопаточных венцов изменился таким образом, что угол атаки стал положительным, а угол бета-1 стал меньше, чем расчетное значение. То есть на группе лопаток или, например, на лопатке-1 под действием внешних факторов скорость набегания W изменилась с расчетного значения в сторону меньших углов бета-1. Это приведет к тому, что на лопатке-1 возникнет отрыв со стороны спинки. Я напоминаю, что для компрессора отрыв со спинки более опасен, поскольку лопатка движется в сторону корыца и убегает от отрывной зоны, и отрывная зона заполняет весь межлопаточный канал. Что происходит дальше? Дальше. Поток, который не знал о том, что здесь возникнет отрывная зона, набегает на канал между лопатками-1 и 2. И дальше происходит достаточно эзотерическая вещь, то есть вещь, которую можно объяснить двумя способами. Первое объяснение – это эзотерическое объяснение, которое заключается в том, что поток не любит над собой насилие. Очень многие старые авиаконструкторы, Антонов, Илюшин и многие другие, они очень любили говорить о том, что поток не любит над собой насилие. И поток не хочет идти туда, где вы над ним собираетесь издеваться. То есть поток не пойдет туда, где он будет крутиться в больших вихрях. А у нас как раз в канале 2.1 этот большой вихрь и имеет место. Поэтому поток будет стремиться обойти поврежденный участок. Но это объяснение эзотерическое, оно, честно говоря, конечно, не строго. Если говорить строго физическим языком, то вместо нормальной эпюры течения скоростей в межлопаточном канале 1-2, мы из-за наличия отрывной зоны, а я напоминаю, что отрывная зона характеризуется большими возвратными течениями и пониженным давлением, мы с вами получим измененную эпюру, которая будет выглядеть вот таким вот образом. То есть в зоне отрыва средняя скорость будет понижена. И если сравнить две принципиальные эпюры фиолетового невозмущенного потока и желтого потока с отрывом, то мы можем увидеть, что средняя скорость потока в канале упала. То есть, говоря физическим языком, снижается пропускная способность канала 1-2. Не важно, какое объяснение для вас более близкое, но все кончается одним и тем же. Поток не хочет идти в канал 1-2, либо потому, что он не хочет, чтобы над ним издевались, либо из-за пониженной пропускной способности канала 1-2. Поэтому поток, который должен был зайти в этот канал, начинает огибать поврежденный участок. Если посмотреть на направление вектора вот здесь вот, в правой части канала, то вы увидите, что при повороте он будет поворачиваться таким образом, что угол β1 будет расти относительно того значения, с которым поток нашел. И если наложить это действие на исходный вектор β1, что мы с вами получим? У нас исходный вектор β1 имел пониженный угол β1, а тенденция обтекания поврежденного участка увеличивает этот самый угол β1. То есть, таким образом, на лопатке 1 из-за обтекания поврежденного участка угол β1 будет приближаться к расчетному значению, и обтекание лопатки 1 будет нормализовываться. Если посмотреть на лопатку 2, то мы видим, что тенденция обхода поврежденного участка приводит к тому, что угол, натекающий на лопатку 2, будет уменьшаться, угол атаки будет увеличиваться, и в конечном итоге это приведет к отрыву со стороны спинки на лопатке 2. При этом на лопатке 1 отрыв исчезнет из-за нормализации обтекания лопатки 1. И после этого процесс повторяется. Опять же, у нас появляется канал с поврежденной зоной течения, с пониженной пропускной способностью. Поток стремится его обойти. Это вызывает увеличение углов атаки на лопатке 2, что в конечном итоге вызывает устранение отрыва на лопатке 2, и уменьшает углы β1 на лопатке 3, что вызывает отрыв на лопатке 2. То есть, таким образом получается, что отрывная зона начинает циркулировать вместе с рабочим колесом. Причем, если внимательно посмотреть механизм возникновения вращающегося срыва, может сложиться мнение, что отрыв вращается в сторону против вращения ротора. Однако, на самом деле, здесь не стоит забывать тот факт, что ротор сам по себе вращается, и на вращение отрывной зоны будет накладываться вращение ротора. Поэтому, на самом деле, вращающийся срыв в роторе вращается в сторону вращения колеса, но эта скорость замедлена, потому что относительно лопаток вращающийся срыв движется в сторону против вращения рабочего колеса, но со скоростью меньшей, чем скорость вращения ротора. Срывных зон в лопаточных венцах может быть одна или несколько, и их размер, форма и количество существенным образом зависят от относительного диаметра втулки. Например, при относительном диаметре втулки примерно больше 0,75, то есть это случай с короткими лопатками компрессора, как правило, отрывная зона одна, и она может охватывать от третьей до половины окружности колеса. При этом, при появлении такого отрыва, ступень скачкообразно происходит на срывной режим с существенно более низкими параметрами напора, расхода и КПД, и для того, чтобы вернуться в нормальные условия работы, необходимо скачкообразное увеличение расхода через компрессор. Для ступеней с маленькими относительными диаметрами втулки, меньше 0,5-0,6, то есть для компрессоров с длинными лопатками, характерно, что отрывных зон может быть несколько, до 4 в ряде учебников я встречал до 12. При этом, как правило, эти отрывные зоны локализуются вблизи периферийной части канала. При этом переход на неустойчивый ветвь характеристики происходит плавно, и наблюдается разброс параметров, и при этом вращающийся срыв будет представлять собой сложный автоколебательный процесс, возникающий в проточной части компрессора в виде зон с нарушениями характера течения, перемещающихся с угловой скоростью меньше угловой скорости вращения. И выход из этой ситуации может быть достигнут уменьшением производительности компрессора. В любом случае, наличие вращающегося срыва увеличивает динамические нагрузки, действующие на лопатке, и может привести к их разрушению. Для борьбы с вращающимся срывом применяется такой способ, который называется щелевой перепуск. Основная суть этого способа заключается в том, что посредством кольцевой полости и системы щелей или отверстий соединяются полости в средней части компрессора и на входе в рабочее колесо компрессора. Каким образом работает щелевой перепуск? При штатной работе компрессора, когда углы атаки стремятся к нулю и когда обтекание лопаток нормальное, то ступень работает таким образом, то что основное сжатие происходит вблизи выходных кромок лопаток. И поэтому перепад давления между входом и выходом получается незначительным. Да, конечно, в этой системе отверстий есть небольшая циркуляция, но поскольку перепад давления небольшой, эта циркуляция относительно небольшая и, естественно, существенного падения напора и КПД не происходит. Когда лопатка выходит на срывной режим, когда ступень выходит на срывной режим, воздух в большей степени начинает повышать давление в первой части лопатки и тогда между входом и выходом кольцевой щели образуется перепад давления и тогда воздух начинает циркулировать через верхнюю часть лопатки, что в конечном итоге приводит к увеличению расхода через периферийные сечения компрессора. Если вспомнить механизм возникновения вращающегося срыва, спусковой точкой является уменьшение угла бета-1 на входе, но если увеличить осевую составляющую скорости на входе за счет увеличения расхода, то увеличение расхода в конечном итоге увеличит угол бета-1 потока, натекающего на рабочую лопатку и устранит причину срыва. То есть, другими словами, когда у нас появляется вращающийся срыв, из-за того, что большая часть повышения давления происходит в первой ступени лопатки, в кольцевой щели начинает циркулировать воздух. Эта циркуляция увеличивает расход воздуха через периферию лопатки и в конечном итоге увеличивает осевую составляющую скорости. Увеличение осевой составляющей скорости в конечном итоге приводит к тому, что угол бета-1 увеличивается и возвращается к расчетному значению и устраняет причину отрыва. Щелевой перепуск может быть организован по-разному. То есть, это может быть система отверстий, это система продольных отверстий, это может быть система отверстий сверленных в корпусе. Более того, здесь стоит отметить, что соединяя вот эти самые отрывные зоны кольцевой щелью, расположенной по окружности колеса, мы фактически соединяем зоны с разным давлением, что благоприятно сказывается на выравнивании параметров на окружности колеса. В сегодняшней лекции мы с вами рассмотрели причины неравномерности потока, которые возникают из-за входной неравномерности в осевом компрессоре. И мы с вами сказали о том, что входная неравномерность является причиной возникновения вращающегося срыва. И в этой лекции мы с вами подробно рассмотрели, как механизм возникновения вращающегося срыва его развития, а также факторы, которые влияют на наличие вращающегося срыва и его конфигурацию. И рассмотрели щелевой перепуск как средство борьбы с вращающимся срывом. Надеюсь, эта лекция была вам понятна. И я надеюсь, что у вас не возникло серьезных вопросов. Тем не менее, вы можете задавать мне вопросы в комментариях или в личных сообщениях. Я их буду ждать. А мы продолжим изучение теории расчета лопаточных машин на следующей лекции.